Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала! Я немножечко хочу вам рассказать о битулине. Дело в том, что если знать некоторые основополагающие особенности, а именно, возьмем растение. Растение такой же лакомый продукт для бактерий, вирусов и прочих паразитов, которые его съели бы, и грибков в том числе, съели бы в один момент. И практика показывает, дерево упало, буквально-таки через год-два от него образуется труха, грибок его сточил, все. Чем защищаются деревья? И, кстати, это можно и на организм человека проецировать. Деревья защищаются тем, что они имеют кору. И в коре они имеют, естественно, такие вещества, которые препятствуют проникновению вот этих всех грибков, вирусов, бактерий, паразитов и прочих-прочих-прочих. Живых существ, которые рассматривают дерево как источник своего питания. Естественно, естественно, что если люди шурупят в этом деле, ну такие как я, масштабом поменьше, масштабом побольше, то они могут что-то, допустим, выделить из той же коры. И вот в частности, кора березы, именно кора березы показала свои, и об этом рассказывал, многогранные, эффективные свойства, защищающие как ее, так и препаратов из нее, организм человека. Ну мы знаем, что там из коры березы делается березовый деготь и прочее-прочее. И вот компания «Березовый мир», одна из первых российских компаний, с 2001 года начала изучать природное соединение березы. Было проведено огромное количество различных исследований, задействованы лучшие умы. Взяли бы меня в команду, я прям столько подбросил идей. Вот, десятки научно-исследовательских институтов страны и так далее, так далее. Что они делали? Они изучали полезные свойства нового препарата, бетулин-содержащего, который, который как раз был в коре березы. Ну и вот, было проведено очень много различных исследований, выделенные, значит, из верхнего слоя коры, белоствольной березы. Это, значит, современных технологий. Различные вот третерпиновые соединения, о которых нам ничего не говорят иногда. Сейчас залезть в интернет и посмотреть, что это такое. Вот, ну в том числе вот этот бетулин. И, значит, что так называемые препараты-адаптогены на основе бетулина действуют на различные уровни биохимических процессов, происходящих в организме, позволив более полно реализовать адаптационные возможности организма. Ну вот это, знаете, вот это вот мутата, вот говорится, знаете, вот так вот, мутата, лишь бы свалить. Как я сказал, береза защищается от разного рода грибков, вирусов, бактерий и прочих, чтобы ее не сожрали. И, естественно, если мы экстракт березовой коры будем принимать для себя, тем самым мы будем защитные свойства березы переносить в свой... Так что жиганули меня вот сюда, вот. Ну что вы там, это самое, адаптационные возможности организма, ну, короче, кошмар. Значит, что он еще позволяет бетулин делать? Защитить наследственный аппарат человека, от провождающего действия различных химических мутагентов, радиаций, свободных радикалов, профилактика, а это есть профилактика, значит, о заболеваниях, связанных с нарушением структуры ДНК, РНК. Также вот это вот ДНК, РНК, это тоже, знаете, вот лишь бы что-то сказать. РНК, ДНК и так далее, там вот этот, вот какую-то вот эту научность создать. Ну ничего там ДНК, РНК там не нарушается, ну не надо гнать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Далее, значит, профилактики заболеваний лиц пожилого возраста, но таких, как я, сердечно-сосудистой системы, новообразований, сахарного диабета, снижение сопротивляемости к инфекциям, раннего старения и так далее, так далее, так далее, так далее. Ну, короче, выделили бетулин. Вот этот бетулин исследовали, сделали из него лекарства, которые назвали Вербитол и Тубилон. И вот эти вот, значит, лекарства можно использовать для того, чтобы защитить себя, экстракты бересты. То есть, все, как-то мне вот это вот, знаете, не нравится, что наукообразные там РНК, ДНК и так далее, так далее. Сказали бы просто вот, и понятно как. То есть, сделали вот эти вот лекарственные препараты, которые в том числе считаются, что надежно защищают от разного рода вирусных инфекций, там, герпеса, гриппа и так далее, и тому подобное. И народ сейчас усиленно их берет. Я вас отсылаю в магазин, чтобы не болел, интернет-магазин, чтобы не болел, для того, чтобы вы могли приобрести эти препараты и использовать их в наше непростое время, когда непонятные вирусы и непонятные заболевания и прочая-прочая нечисть так и норовят повредить наш организм. А экстракты бересты будут нас защищать. Так что вперед, в магазин, чтобы не болел, и приобретайте указанные препараты.